Заезжай, живи, только мебель привези. Вас можно этих баскетболистов принимать? Да. Можно жить уже сегодня. Холодильник поставьте, я не буду выходить отсюда совсем. Изюминку нашей планировки это предоставляем дом, готовый к проживанию уже сегодня. Плитный, минераловатый. Слушайте, толстенький. Нас вообще чаще всего приобретают либо, если неправильно сделаны, как любой дом. Померили, так, ага, вроде подойдет. А все четко, прям по проекту. Хотите, я вот здесь подпрыгну, чтобы было видно? Потому что они должны быть такими, иначе они до вас не дают. А это уже заводское качество. Мы продаем вот такие дома, с радостью вам проведу экскурсию. Да. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. На сегодняшний день стоимость квартиры сравнялась со стоимостью частного дома. Но многие подстаринки выбирают себе и ищут квартиру. Сегодня мы разберем все плюсы и минусы жизни в частном доме. А также посмотрим, что предлагается на рынке частного домостроения. Мы с вами находимся в деревне Узигонты. Деревня расположена в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сейчас вы видите ее местоположение на карте. До центра Питера 40 километров, как и до центра Гатчины. Есть заезд на кат около 5 километров. Есть магазины, школы, детские сады. Но обо всем по порядку. Вспомните наши классические советские дачи с участком земли в 6 соток. С одной стороны мало, но с другой стороны хватало построить дом, баню, сарай и заняться огородом. Представленный дом расположен на участке земли в 10 соток со всеми удобствами. Вода, электричество, канализация. Все как в квартире, только в вашем собственном доме. Дом двухэтажный, построенный по каркасной технологии. И что мне здесь нравится, друзья, что каркас сделали на заводе. А это уже заводское качество. И я считаю, что заводское качество выше, нежели чем при изготовлении на месте. На заводе удобно, тепло, прохладно. Есть весь необходимый специализированный инструмент и шаблоны. Ток-ток, добрый день. Да, рад приветствовать. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Антон, вы менеджер продаж. Я руководитель делопродаж компании Будетдом, загородной недвижимости. И мы продаем вот такие дома с радостью проведу экскурсию. Давайте смотреть. Это у нас первый этаж. Да. Мы попадаем с вами в кухню-гостиную. Очевидно, это зона гостиной, просторная, с высокими потолками 2,90 и двумя окнами. Здесь организована зона под телевизор. Мы в каждой розетке под телевизор сразу сделали разводку интернет-кабеля LAN. Много розеток, обратите внимание. Иногда люди сетуют на то, что их не хватает. А розеток, как правило, не бывает никогда много. И с этой стороны уже сделана зона кухни. Нами она оборудована в большей степени для того, как самое необходимое можно было завтра заехать и уже начинать жить, покушать, приготовить. Но мы четко понимаем, что каждая хозяйка под себя уже сделает любую другую кухню. Да, мы предоставляем планировку, на которой наши дизайнеры уже расставили мебель. В целом люди могут воспользоваться ей. Потолки у нас натяжные. Совершенно верно. Это у нас фальш-балки? Нет, это конструктивные балки, которые мы сделали частично декоративными. Это придает определенную такую загородную атмосферу, несмотря на то, что в целом ремонт сделан в современном стиле. Санузел, прачечная и первая гостевая комната. Давайте у нас в санузло пойдем? Да, давайте, конечно. Я заходить не буду, пожалуйста. Так, санузел сразу весь в плитке, вы вот так сдаете дом. Да, это наш стандарт передачи дома в целом для клиента, чтобы решение было готово и сразу подключить. Человек в первую очередь должен был подумать о мебели, все остальное делаем мы. Мы не стараемся за кем-то что-то угадать, предоставляем дом, готовый к проживанию уже сегодня. Стены, получается, все белые? Не совсем так. Это обои под покраску. Да, большую часть стен мы оставляем белыми, но некоторые комнаты мы делаем с определенными оттенками, ну, чтобы хоть какое-то было разнообразие. И если вдруг вам не нравится цвет, вы условно за один день можете поменять цвет любой комнаты. Краска здесь водоэмульсионная, она не имеет запаха. Ванна здоровенная, здесь мне нравится, что можно мыться, и вода течет прямо на пояс, такую небольшую подуну с трапом. Останется только поставить в эту штуку и занавесочку повесить. Да. Светодиодное освещение везде. Натяжные потолки также, все в плитке, вот это классно. Красиво смотрится. Светодиодная сетлгрупп. Есть такое. Да, прикольный. Санузел, все работает. Да. Можно его открыть? Попробуйте, да, по-моему, вода подключена. Слушайте, нормальный напор. Мы еще на втором этаже проверим. Так, а вот это что за помещение? Это помещение под сауну. А, вот сауну. Да, мы столкнулись с тем, что не все люди хотят в доме сауну, поэтому делаем такую предчистовую отделку под сауну. Многие люди делают здесь кладовку. Либо вот эти трубы, которые выходят в прачечную, можно развернуть и здесь организовать прачечную. В целом дом был ориентирован на большую семью и на подпрачечную мы выделили 8 квадратных метров, чуть позже посмотрим. А дальше это пространство можно использовать под любые цели. Ну, в принципе, сюда, если нужно, можно поставить ванну, например. Можно поставить ванну. У нас люди, которые проживают в доме собачники, они здесь организовали такую зону мойки собак, стрижки собак. Ну, то есть, вот именно такая зона. Поэтому под каждое пространство. В каждом санузле у нас есть подсветка зеркала. Это в базовой комплектации входит. Зеркало вот так издают? Да, да. И сантехника все установит. Все входит, вот все, как видите, да. И отдельная принудительная вытяжка, которая работает с клавиши. Так сделано в каждом санузле. Двери хорошие, они нас зарекомендовали себя уже давно. Они используются не в первом нашем проекте. Поэтому действительно довольны. Двери, которыми приятно пользуются. Хорошая фурнитура, приятная. То есть, прослужат они долго. Прачечная, да. Около 8 квадратных метров. Огромное помещение. Сделан подвод, отвод воды. Здесь ведро установлено для того, чтобы создавать определенный уровень влажности. Потому что никто не проживает. Ни в коем случае никаких протечек. Протечечное поле бы это было. Да, да. Поэтому в целом здесь можно организовывать помещение теплое. Можно установить сушилку, гладильную доску. В общем, все, что хочется спрятать от глаз, можно расположить здесь. И это пространство замечательно подходит. Кто-то иногда говорит, что можно было бы сюда поселить тещу по таким размерам. Но дом большой. Кстати, хорошая комната, да. Но трачечная для своего дома, это реально крутая штука. Потому что у тебя все берет и будет складывать не только грязно, так же и чисто здесь будет складываться. У тебя, получается, нужно минимум будет ставить мебели, а больше будет полезной площади. Да, то есть даже по примерным скидкам, если у вас в доме будет 5-6 человек, только одного постельного белья, по два комплекта, у вас будет целый отдельный шкаф. Вы его можете здесь разместить. Техническая комната или гостевая? В какой первой? В гостевую, а потом будет гостевая. Отлично. Этот дом, вообще проект дома отличается тем, что здесь почти все помещения реализованы для жизни людей. И они все большие. То есть, возможно, мы где-то чуть меньше отдали под коридор или там еще. Но помещения большие. Здесь большие комнаты. Здесь конкретно в этой комнате 18 метров. Оборудованы они сразу розетками в зоне кровати. Светильники, как ночники. Ой, как красиво. Да, давайте сразу включим. Да, да. Слушайте, вы не знаете, что нравится, что, во-первых, здесь нет окон. Здесь будет стоять кровать. И здесь будет такая приватная обстановка. Совершенно. Тебе будет более приятно и быстрее засыпать. И здесь два окна как раз поставят там рабочую зону. Какой-то трейляж там для жены, чтобы он наводил ему рафит. Или когда гости пришли, ну, я думаю, что они подбалдеют. У этой комнаты есть много назначений, исходя из тоже опыта наших жильцов. Первая – очевидная гостевая комната. Вторая – это частый запрос комната для старшего поколения. На первом этаже есть свой санузел, есть своя кухня. И поэтому людям не нужно подниматься на второй этаж. При этом эта комната, она не выглядит учебной. Зачастую комнаты на первом этаже маленькие. И получается, что вы там родителей в чулан прячете. Здесь вы отдаете им хорошую, комфортную площадь, где действительно будет приятно проживать. Также розетки в зоне телевизора, очевидно, напротив спального места, также с разводкой интернета. Выключатель света. Розетка в этой стороне для того, чтобы можно было организовать здесь рабочее место. Может быть, какую-то зону отдыха. Ну и очевидно, конечно, два окна. Здесь есть тоже такой лайфхак. Это окно конкретно в этом доме выходит на восточную сторону, то есть утреннее солнце. Это окно выходит на северную сторону. Это говорит о том, что в летнее время комната не будет перегреваться от света. Тоже большой плюс, как раз, ну, если рассматривать для старшего поколения. Это круто. Техническая комната. Красота какая. Да. О, термекс. У меня, кстати, в квартире стоит уже 7 лет, если не ошибаюсь. И хоть бы что. Хорошая компания дает большую гарантию, поэтому мы выбрали, выбрали именно их. Котел электрически установлен компанией Stout на 12 киловатт. Бойлер на 150 литров. То есть это в целом с этим бойлером можно брать 3 полноценные ванны теплой воды. Для семьи из 3-4 человек этого будет достаточно. Дальше от котла у нас идет разводка теплых полов. Здесь 9 контуров. При передаче дома на каждый контур мы вешаем ярлычок условно кухня, прихожая, гостиная. Это второй возможный способ регулировать температуру. Если, допустим, у вас приехали гости, которые не любят жару, можете приглушить, у них будет чуть более прохладно. Давайте присядем здесь сразу по системе. Смотрите, здесь у нас стоит дополнительно насос. Вообще его не слышно качает. У нас стоит клапан от вода-воздуха, и в системе образуется воздух. Все выводится, как это в новостройках по-современному. Сам коллекторный узел ProAqua. То есть его уже купили готовый, только его, соответственно, подсоединили. Здесь мы видим дополнительный вывод. Так, это на воду, если сюда это необходимо подключить. Это тоже, кстати, плюс. Фильтры грубой очистки, фильтры чистовой очистки. А что за фильтры здесь применяются? Марку не скажу. Да, да. А с водой здесь как? Здесь же сложно, да, с водой? Здесь у нас используется колодец в базовом исполнении на 5 колец. То есть это около 5 метров воды. Она все-таки так или иначе является технической водой. Но отвечу... Ну, как в новостройках, их же везде чистят, фильтруют, естественно. Да, да, да. Но у нас люди брали воду из-под крана на пробу, чтобы установить дополнительные фильтры. Оказалось, что вся вода по нормам санпина проходит. Если нужно, могу даже скинуть файл. Ну, официальный файл о пробах. Дальше датчики насоса, холостого хода, расширительный бачок для... Да, это классная очень штука. Для того, чтобы не было перепада давления, когда, например, на первом и втором этаже на времена открыли. Совершенно верно, да. Так, и за вашей спиной это что у вас за... Коллекторная разводка холодной горячей воды. Это у нас как раз санузел второго этажа. Санузел, там два санузла, да, на втором этаже, чтобы вода поступала. Ну, наверное, в целом больше здесь добавить нечего. Отмечу еще рядом с фильтром, есть рычажочек, обратите внимание. Это уличный кран. Можно использовать его для полива. А, получается, получается. Да, да. Слушайте, вот это, кстати, круто. Я хотел спросить, это очень удобно, что если тебе нужно полить, а не нужно дом дырявить, а уже все сделано здесь. Все сделано, да. Это летний кран. Такой же у нас еще предусмотрен на фасадной стороне сбоку. То есть вы можете пользоваться с этой стороны и с другой стороны, чтобы не покупать там шланг 50 метров. Все стены в каркасном доме одинаковые, то есть толщина 27 сантиметров. Лестница деревянная, покрашена... Сосна тоже белая, простила. Да. Используем лассирующую краску, которая сохраняет фактуру дерева, просто придает оттенок. Тоже такой загородный стиль. И предлагаю обратить внимание на окно в зоне лестницы. Много света попадает как на первый этаж, так и на второй этаж. Дальше мы по прямой попадаем в изюминку нашей планировки. Это мастер спальня. Мастер от английского слова «хозяин». Это хозяйская спальня. Также... Да, здесь такие же крутые ночники. Слушайте, очень красиво в камле смотрится тот цвет. Посмотрите, посидимует вообще. Да, давайте. В общем, эта комната была нами реализована с точки зрения того, что люди, выезжая за город, хотят простора, свободы, размаха. Мы реализовали в этой спальне, и здесь у людей есть некоторые варианты с точки зрения планировки своего уже пространства. То есть, первое пространство вот здесь, очевидно, может подходить под спальню, а неочевидно, это может быть первая своя собственная гостиная, именно хозяев дома. То есть, вы здесь свой диван, свой телевизор, вас здесь никто не беспокоит, а к нам приходят люди, говорят, мне сюда холодильник поставьте, я не буду выходить отсюда совсем. Также есть свой собственный выход на террасу с видом на лес. Да, причем терраса такая, реально терраса. Да, сейчас мы ее посмотрим. И второе пространство, если в том плане, когда мы рассматриваем здесь мини-гостиную, то вот это пространство уходит уже под спальню. Здесь вы можете установить кровать, у вас здесь свой собственный индивидуальный санузел с окном, тоже с видом на лес. Вау, мечта ванной санузел. Да. И здесь остается также еще один выход на террасу. Тем самым мы получаем свободную планировку, можно играть с расстановкой так, как вам угодно. Вы можете сделать там спальню, а здесь сделать огромный гардероб, если много вещей там и открытого типа, закрытого типа. Здесь сделать зону под кабинет. Мы предусмотрели также здесь зону розеток как кабинетная, так и также наши любимые фонарики под кровать можно установить здесь. У нас на полу домина, а здесь? Да, 32-го класса в целом. Мне нравится, что у вас европлингусы, а не вот эти уборки пластиковые, которые часто все ставят. Вот это очень круто смотрится. На своих ошибках научились делать красиво. И мне понравилось, что вот у вас обои прикольно подобрал, кто выбирал, а не знаете, такая рогожечка и нет никакого такого типового рисунка, но при этом стенка фактурная и смотрится классно. Да, мы поэкспериментировали и с фактурой обоев, и с цветами получается. Иногда люди даже путают со штукатуркой. Смотрится хорошо. Смотрится, да, смотрится красиво, нигде не видно стыков. Ну, вообще, я за современные обои, то это под окраску должно быть. Да. Радиатор современный. Кто это портнул? По марке не скажу. Подводка прикольная. Обратите внимание, что вот это все стоит дороже, нежели чем обычно пластик ставят. То есть вот у нас идет гибкая подводка и пошла уже, соответственно, ржавейка выглядит красиво. Здесь и станет только регулятор поставить и, соответственно, регулировать температуру. Выключитель на террасе. Плюс, что у нас внизу никаких панелей, все в стекле. Большое количество света сразу. Дом очень аккуратный. Сколько этот дом уже готовых стоит? По времени уже готовый. В таком виде, вот как мы его застали, с отделкой он сейчас, получается, около трех-трех с половиной месяцев. Примерно с самого начала лета. Нигде не трещин, вообще ничего не видно. То есть, если бы где-то что-то было, мы бы уже это увидели. Производственное качество. Ох ты, как можно открыть. Слушай, классно. В летний период терраса становится продолжением комнаты. И здесь можно укрыться от солнца, получить доступ свежего, приятного вечерника. Вечернего, возможно, воздуха. И вы уже попадаете на террасу. Всегда проговариваю, что здесь хватит места для воплощения всех террасных желаний. 2,7 метра, друзья. 2,7 метра на 9 метров. То есть, ширина дома. И здесь люди ставят и качели, и гамаки, и диваны, и стулья. И все это одновременно. И все помещаются, всей семьей здесь можно проводить время. Подсветка сделана таким образом с каждой стороны. Два светильника и с той стороны два светильника. Отдельно выключать и сделать. Окно в санузел. Это у нас, я так понимаю, вентиляция чердачного перекрытия. И санузла. И санузла. Да. Ну, в целом, здесь даже особо и добавить нечего. Все очевидные плюсы прямо налицо. Соответственно, здесь мы видим, вот это вот тоже, я понимаю, да, ваш дом? Да, у нас вся улица выставлена в домах такого типа, такой планировки. Сверху мы видим сразу, что... Так, вот и колодец, да, про который вы говорите? Колодец автоматической подачи воды в дом. Да, верхний слой мы засыпаем плодородным грунтом, засеиваем газоном. Ну, в целом, что выросло, то выросло. Идет забор по периметру дома, обязательно установлен из профлиста. Сделаны откатные ворота. Санузел, слушайте, круто. Я вот вообще не любитель ванни лежать, но я бы в этой полежал бы, потому что здесь смотришь в окно. Я такую амбразурку бы оставил без пленочки, чтобы соседи за мной не подглядывают. Так, вот здесь, соответственно, плитка вот эта красивая, мне нравится. Белые двери, доборы везде. Красиво сделано. Также подсветка, тумбочка. Здесь для обслуживания. Совершенно верно. Еще розетка есть, телефон подзарядить, главное не утопить. Вытяжка в каждом санузле. Здесь у нас отопление, ну, как скажем, не то чтобы отопление, но тем не менее формат теплоты в санузле обеспечивается электрическим теплым полом. Регулятор находится с этой стороны. Ну, если что, можно поменять электроны. Ну, да, да, да. То есть, базовое улучшение можно доводить. Теперь мы выходим отсюда и смотрим. А, вот, да, вот вижу. Воду поставили специально, чтобы влажные было. Да, совершенно верно. Да, лето было жарко, поэтому было необходимо. И у нас здесь остается еще две комнаты. Первая комната, она похожа на половинку мастер-спальни. Просторная, светлая, с окном на восточную сторону. Наша любимая зона под кровать с розетками и выключателями. Напротив сделаны розетки под телевизор с разводкой интернета. Установлен также радиатор большой, увеличенные окна. Хочу здесь обратить внимание, на втором этаже он такой полумансардный. И скос потолка доходит примерно до уровня 2,10-2,15. То есть, в целом, мебель вся спокойно встанет. Высота потолков 2,7 в чистом виде. А мебель-то что здесь получается? Вот сюда был бы, наверное, шкаф какой-то броситься, да? Да, да. Здесь, соответственно, кровать и всего было бы больше. Да, ну, в зависимости опять, кто будет проживать и что нужно. Метр 45 на метр 73. На открытие комната и на вентиляцию. Эта комната у нас отличается двумя параметрами. Она самая маленькая в доме, около 13,5 метров. Но при этом она самая светлая за счет больших двух окон. В целом, все стандартно. Два радиатора под каждым окном. Зона под кровать либо под спальное место здесь. Эту комнату часто отдают под детскую. Здесь ориентирована зона здесь. Рабочее место можно сделать здесь. То есть и свет будет попадать. Также разводка интернета. Все есть. Ну, скажем, наш базовый стандарт. Санузел у нас здесь просторный. Такое пространство, которое очень красиво можно оформить. И там нет лишнего какого-то пустого. Мне кажется, что санузлы сделали большие. Потому что, когда вот эти советские маленькие панельки, как они захочут, они вообще места не перезаривают. Плечами перезаривают. А здесь спокойно могут себе толпой детей забежать. И там... Да. Собаке лапы там, по-моему, на втором этаже. Здесь мы предусмотрели выключатель под... Ой, розетку под полотенцесушитель. Здесь, очевидно, у нас душевая по принципу трапа. Тоже из нашей практики самый лучший вариант. Никаких кабин, ничего. Мало места занимает. Да. Да, да, да. И на противоположной стороне раковина, зеркало, естественно, вытяжка, подсветка. И у нас тут, получается, заканчивается второй этаж. Мы его полностью посмотрели. Можно переходить к третьему этажу. Вот этот у вас рычаг. Да, да, да. Третий этаж. Сейчас будет фантастика. Демонстрация открытия спускорестницы. Какая классная. Хочу проговорить, что чердак сделан по принципу холодной кровли. То есть там температурный режим не выдерживается. Но как вариант кладовки можно использовать. Лестница выдерживает до 160 кг. На нашей практике 110 кг был максимум. Ну вот как раз да, утеплитель здесь вижу. Да, пароизоляция. Так, ну здесь, соответственно, темно. Система стропил. Слушайте, ну здесь темно. Это хорошо, знаете почему? Крыша точно не дыривает. Да. По параметрам этого пространства можно сказать, что в самой верхней точке в коньке я стою в полный рост. Метр 75 есть и уходит в ноль. Длина помещения 12 метров, а так получается 9. Т.е. если постелить покрытие пола, можно значительную часть как систему хранения оформить. Ну дополнительно. Дополнительно. Те же там сезонные вещи. Да, лыжи, велосипеды, санки. Люк сделан таким образом, что все швы прорезинены для избегания появления сквозняков. То есть в целом все герметично. Этот момент мы тоже продумали. Наверное часто, ну не наверное, а точно часто возникают вопросы у наших людей, которые приезжают на просмотры относительно того, что как же жить, что же делать. Наверное это сложно. Загородный дом это постоянная работа. И вот все мнения вот в этом формате. Мы старались использовать в целом все самое современное относительно технологий и инженерных сетей для того, чтобы человек принимал минимум усилий, но тем не менее кое-что сделать придется. Такие работы, как замена фильтра в системе очистки, я думаю, что очевидно. И многие из вас делают это в своих квартирах, у которых есть кранчик для питьевой воды. Здесь система канализации отличается от городской. И тут мы устанавливаем биореакторы, так называемые LOS, локальные очистные сооружения на каждый дом. Они работают на живых бактериях. Бактерии полностью перерабатывают все отходы на 98% в воду. И вода автоматически сбрасывается в общую дренажную систему за участком. Вода эта не имеет цвета, не имеет запаха. Она является технической и просто рассасывается, уходит в грунт. По дополнительному обслуживанию нужно будет добавлять бактерий живых. По указанию производителя раз в полгода нужно будет добавлять бактерий. И примерно раз в два года вот эти два процента, которые остаются на лед, его нужно удалять. Но как раз производители в целом оказывают эти услуги и делают самостоятельно. Физически, руками делать ничего не придется. Ну и такие очевидные вещи, как покос травы в сезон и уборка снега, там парковочные зоны тоже придется делать самостоятельно. Наверное, ключевое все. Все остальное работает автономно и не требует ваших дополнительных усилий. Давайте еще интересный вопрос. Сколько стоит коммуналка на этот дом? В целом, я не буду делать разбивку, сколько на чего уходит. Я могу рассказать, сколько всего уходит. На самом деле, с точки зрения коммуналки, это еще один такой страх современного человека, что за городом нужно платить какие-то баснословные деньги относительно коммуналки. Но здесь, на самом деле, все довольно просто. Летом из нашей практики проживания клиентов в вот именно таком же доме выходит от 6 до 7 тысяч рублей в летний период, а зимой выходит 12-14 в среднем. В мороз может доходить до 18-19 тысяч. При пересчете на квадратный метр, их здесь 216, это получается как однокомнатная квартира в любом районе города. Ну и в этом случае у вас есть возможность перейти на газовое отопление. Есть много решений от газгольдера до магистрального газа, которые рано или поздно на земле ИЖС, в том месте, в котором мы находимся, появятся. Почти на всех сейчас землях, где установлены дома и дома стоят на кадастре, можно прописаться. И вот здесь мы плавно переходим, что дом, мало того, что можно получить регистрацию, вписать ребенка сюда, можно получать... Регистрация нам, в принципе, нужна только, чтобы устроить школу. Да-да-да, вот я к этому иду, школу, детские садики, да-да, все это возможно. И дом возможно приобрести в ипотеку. Это один из самых популярных сейчас тоже запросов. Что такое ипотека на дом, не все знают. И здесь есть... Скажите, что такое ипотека на дом? Да, здесь есть очень приятные моменты. Мы, как застройщик, получаем одни из самых лучших возможных условий на загородный готовый дом. И если средняя ставка на покупку дома в формате вторички, когда вы покупаете у частного лица, у вас ставка будет в среднем 10,2-10,5. То как на вторичку сейчас, да. Сейчас мы предлагаем как застройщик на часть наших домов ипотеку, семейную ипотеку. Это при наличии ребенка после 18 года рожденного. Это 5,6%. Господдержка ипотека. Это 6,5-6,7%. Процентная ставка также на весь срок. Сумма максимально 12 миллионов. И также распространяется на этот поселок у нас сельская ипотека. Входит в перечень населенных пунктов. Это ставка под 3%. Там есть некоторые особые условия у этой ипотеки, но так или иначе она подходит под наши дома. Поэтому можно рассматривать все самые лучшие лакомые кусочки, скажем так. Друзья, нужна ипотека по 3%. Просто звоните по указанным номерам на экранах ваших телефонов. Все расскажем, все покажем. Показы, кстати, проводим индивидуально. У нас нет толпы людей. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Самые точные ответы на самые каверзные вопросы. Ничего не скрываем, все показываем, все как есть. Здесь у нас еще в этом доме 216 метров. Так. С участником 10 соток. 13,5 миллионов. Кстати, в сравнении с квартирами, не совсем будет корректно сравнивать ее с трехкомнатной квартирой. Потому что на сегодняшний день средняя трехкомнатная квартира по городу это около 70 метров. От 70 до 80 метров. Ну, здесь получается когда? Две трехкомнатные квартиры. Да, да, да. Плюс земельный участок. Если говорить о трехкомнатной квартире 78 метров в рамках 13,5 миллионов, мне кажется, можно рассматривать только крайние районы города. Ну, это будут новостройки со сдачей там... Пару лет. Вот в четвертый год? Да, да, да. И что отмечу. Вот сам являюсь жителем крайнего района города. И зачастую из центра города до сюда доехать проще, чем из центра города до крайнего района города. Современные технологии позволяют сделать все комфортно и приятно. За счет конфигурации дома мы ориентировали его максимально вглубь участка, чтобы, находясь на террасе, допустим, можно было наблюдать за детьми вот прямо перед домом. Да, гидроизоляция фундамента здесь прямо на отмостку. Да, в отмостке мы сделали изоляционный материал, чтобы вода дальше в грунт не уходила. Розетка дополнительно сделана. Поливочный, да, мы еще не установили. Мы поставим, мы поставим дополнительный кран, то есть всего будет два поливочных крана. Вентиляция санузла на первом этаже. Да, все софиты установлены, сделана ливневка. Да, отлив и это декоративное украшение плиты. Утеплитель. Там, да, утеплитель сделан и сверху штукатурка. Вам спасибо, что приехали. Но если нет времени ждать, для этого есть модульный дом. А вот мы с вами друзья и на производстве. И сегодня у нас с вами уникальная возможность посмотреть дома изнутри. Пошли. Добрый день, меня зовут Кирилл. Я являюсь руководителем отдела продаж компании «Хомфорт». И сегодня я вам проведу экскурсию по нашему производству, и в том числе мы попробуем в нашем шоу-руме. Супер. Пошли смотреть тогда дома. Вот мне вот это сразу интересно. Не зашиты, да? Да, это уж интересно посмотреть, потрогать, что внутри там. Если мы пишем, я могу прямо так и начать. Да, да. Мы уже пишем. Здорово. Смотрите, модульные дома по своей сути, это те же самые каркасные дома по канадской технологии. И вообще производство у нас достаточно большое. Раньше на этом производстве мы изготавливали большие панели для тех коттеджей, в которых вы сегодня уже были, которые сегодня видели. Вот. Суть абсолютно та же самая. То есть это те же самые каркасники, но с единственным, но ключевым отличием в том, что они делаются целиком и полностью на производстве. То есть, соответственно, включая чистовую внешнюю и внутреннюю отделку, санузел мы делаем сразу под ключ. То есть фактически к вам на участок приезжает уже готовый дом. Готовый дом полностью. Совершенно верно. Это огромный плюс, экономия времени просто колоссальная. Тут на самом деле плюсов сразу несколько. Из прям вот таких очевидных плюсов дело вот в чем. Смотрите, в принципе производство для чего мы делали. Каркасный дом можно сделать без проблем и на стройплощадке. То есть сложности нет. Но погодные условия всегда бывают разные. Вот у нас на прошлой неделе был дождь, но все равно важно понимать как бы строители. Строители строят всегда так, чтобы построить. Вот. Неважно идет дождь, не идет. Это намокание доски, это намокание утеплителя, что приводит к не очень хорошим последствиям. Именно для этого у нас было сделано производство. И мы с производства делали панели для узигонт, чтобы быстро собирать каркас, закрывать теплый контур и избежать всех этих погодных воздействий. Вот. Почему мы переместились в модульные дома? Но объективно, говоря по-честному, это просто тренд сейчас. Это во-первых. Во-вторых, это очень удобно. Вот второй плюс. То, что дом готовый на участке. У всех есть ребята, знакомые, которые ввязались в стройку и уже третий-четвертый год что-то строят. И кто-то больше. Да, один сломал, другой потерял. В общем, это обычная история. В нашем же случае у нас есть четкие стройки, прописанные в договоре. Это 90 рабочих дней. Бывает, делаем раньше. Все зависит от загрузки на производстве. И вам уже приезжает готовый дом. То есть, нет никакой фактической стройки на самом участке. Единственное, что нужно, это фундамент. Мы им занимаемся. Коммуникации. Этим занимаетесь уже вы. Потому что у кого-то они есть, у кого-то их нет. Тут не угадать. Вот. И все. Дом приезжает, дом стыкуется. Пожалуйста, вуаля. То есть, дом, который сделан в цеху заводского качества. Не подверженный никаким погодным воздействием. Соответственно, каркас правильный. Как нужно, в общем. Вот. И в-третьих, это такой нюанс. Тоже необычный. Но все-таки я про него тоже расскажу. Смотрите. Обычный дом, который строится на стройплощадке. На какие нагрузки он посчитан? На вертикальные, на грунт-основание, на фундаментом и так далее. Наши дома, чтобы доставить к вам на участок, их нужно поднять. Вот у нас есть мостовой кран. Поднять краном, поставить на трал. На трале довести. Дороги у нас не всегда хорошие. То есть, его будет трясти. Снова краном снять и поставить к вам. То есть, это большие динамические нагрузки, на которые обычные дома не рассчитаны. Поэтому мы вынуждены делать очень прочные узлы запаса. Плюсом ко всему, мы еще и гарантию на наш каркас 10 лет отдаем. Поэтому в этом смысле дома, ну, супер качество получается. Просто потому, что они должны быть такими, иначе они до вас не дают. Что касается конструктива. Вот, ну, пробегусь. Да, расскажите, что вот внутри. Потому что снаружи мы и внутри, что посмотрели. Отделку внутреннюю, внешнюю. Интересно посмотреть там. Есть ли вообще утеплитель? Вдруг у вас там просто воздух вы нас обманывает. Сейчас я скажу. Да, смотрите. Вот что касается, скажем так, начинки этого всего дома. Во-первых, так как я сказал, что это тот же самый финский каркасник. По канадской технологии их по-разному называют, кто как. Вот. То есть в своем основании, в своем конструктиве он имеет сухую строганую доску. Каркасы. Зайти во внутрь сейчас можем? Конечно, пожалуйста, куда угодно. Тут единственное, все стены уже зашиты. То есть такое предчистовое состояние дома. Поэтому все прям не увидим. Но вот она, как выглядит сухая строганая доска. Здесь она у нас идет где-то 200. Потому что мы делаем инсталляцию. Мы же отказаться от унитазов. Для инсталляции 150 миллиметров мало. Вообще базово. Каркас какой, чтобы было в целом понятно для людей, которые там со стройками не связаны. 150 миллиметров у нас идет каркас стен. То есть условно можно сравнить. Даже не знаю, здесь почти все двухсотая. Ну вот он. Его уже не видно, но вот эта сухая строганая доска. Внутри у нас, соответственно, утеплитель. Совершенно верно. То есть есть определенный шаг стоек. Стойка раз, стойка два, стойка три и так далее. Между ними есть определенные усиливающие элементы, укосины и так далее. Ну вот она как раз, да, укосины. Все верно. Вот, да, ее видно. Вот. И все пространство между ними заполняется утеплителем каменной ватой. Согласно с НИПом, достаточно вообще там 150 сантиметров по стенам. Мы по стенам так и оставили. Единственное, мы делаем в два слоя. У нас идет плитный утеплитель. Кнауф нахлест. Да, совершенно верно. 50 и 100, чтобы не было мостиков холода. Да, совершенно верно. Вот. Далее мы это все закрываем изоспаном. Кстати, вот изоспан это пароизоляция. Чтобы, условно, простыми словами, снаружи идет дождь. Внутри от людей, там, от готовки идет пара. Соответственно, внутри пароизоляция, снаружи гидроветрозащита. Вот. И у нас изоспан идет достаточно дорогой. На самом деле, даже самый дорогой. Армированный. Он очень качественный, если ничего не случится. В принципе, даже и дешевый изоспан для таких домов подойдет. Но, опять же, с точки зрения монтажа. То есть, когда мы эти дома изготавливаем, у дешевого изоспана риск порваться очень большой. При транспортировке вы имеете ввиду? И при транспортировке, и при сборке этого дома. Конечно, если мы порвем, будем там менять или заклеивать. Но, тем не менее, риск того, что здесь что-то случится, даже если вы в будущем будете там просверливать стену, ничего страшного. Вот. Для этого сделан именно армированный изоспан. Что касается пола и потолка. Здесь мы немножко по-другому пошли. Во-первых, потолок. У нас сделана уже не 150 доска, а 200. Для чего это сделано? Так как у нас, условно, плоская кровля, у нее есть уклон 3 градуса. Нагрузки снеговые могут быть, ну, не то, что большими. Большинство снега вообще сдувает, поэтому я прям отдельно проговорю. Вот. Но, тем не менее, там есть определенные нагрузки, там прогибы и так далее. Поэтому мы применили 200 доску и 200 утепление. Пол то же самое. Что касается плоской кровли. Вообще, на самом деле, мы намеренно выбрали плоскую кровлю. Объясню почему. Во-первых, если дом идет одноэтажный, и у него есть уклон кровли. Например, Барнхаус сейчас популярен. У него есть один нюанс, очень неприятный. При всех прочих равных по площади, там, где кровля попадает в стену, у вас высота потолков становится, ну, давайте, условно, метр 80, метр 60 бывает и так далее. Соответственно, площадь та же, но здесь вы не поставите ни шкаф, не можете использовать никак и так далее. У нас, кстати, это вы, кстати, хорошо отметили, потому что часто бывает в домах, что даже если кровать поставишь, если будешь вставать, то башкой треснешься по тому. Можно получить производственную травму. Вот. Соответственно, у нас... Да, да. У нас во всех помещениях высота потолка одна и та же, это 2,7 метра. То есть это достаточно просторно, в шоу-руме с вами посмотрим, увидим. Вот. Кроме того, кровля у нас посчитана под нагрузку 240 килограмм на метр квадратный. Это согласно с НИПом. Но на самом деле большинство снега, во-первых, сдувает, то есть это мы по нашей прошлой практике уже... По прошлой зиме, да? Да, 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 совершенно верно. Второе, у нас есть у каждого модуля уклон со своей системой водостока с греющим кабелем. То есть снег подтапливается, уходит, подтапливается, уходит, ничего там не замерзнет и в этом смысле как бы... Вот как раз у нас условно кровля, вот ее частично видно, здесь 200 доска, там идет уже брусок, вот. Это в общих чертах. Что касается пола, как мы делаем пол? Пол у нас идет также из 200 сухой строганной доски. Сухая строганная, что это значит? Что ее, во-первых, камерную сушкой высушили. Зачем это нужно? Чтобы она не заплесневела. Доску один раз высушили, потом ее не промочили, не промакивали, не подвергали влажностным каким-то режимом. Она останется вам очень долго служить. Ничего с ним не случится. У нас влажность 11-13 процентов, не более. Вообще там от 11 до 18 у нас... Ну, вообще сосна 18, да. Да, у нас мы стараемся приводить, вот именно закупать до 13 процентов. Ну, это еще плюс какой, что когда сухой материал, во-первых, весь крепеж, который вы используете, там гвозди, либо специализированный крепеж, если доска влажная, она высыхает и начинает выходить. Совершенно верно. А при сухой доске такого уже не будет. Да, это так называемые вот эти вот влажностные деформации материала. Для дерева это естественно, вот. Поэтому мы делаем дерево сухое, применяем. Вот. Что касается пола. По полу мы тоже немножко продумали. Видите, так как у нас базово в стоимость входит свайно-винтовой фундамент, некоторые люди этого фундамента боятся справедливо. Объясню почему. Грунты в Санкт-Петербурге и в Ленобласти бывают разные. Бывают суглинки, суписи и так далее. При насыщении влагой этих грунтов зимой-весной лед в объеме больше, вода в объеме меньше, начинается игра вот этой сваи вверх-вниз. Мы пошли по другому пути. Во-первых, мы сваи все обвязываем между собой швеллером. То есть это как единое свайное поле. Это условно можно сравнить со стропильной фермой под крышей. Это во-первых. Во-вторых, мы делаем на оголовках сваи обвязку в три доски. То есть тут никуда ничего не денется. Это как единая стяжелевая система. Вот. Но опять же у людей может возникнуть вопрос. Так, свайный фундамент, не плита. Значит может быть батутность. То есть каркасники как раз сталкиваются с тем, что у них бывает батутность пола. Что такое батутность? Вот у вас ригель или лаги раз, лага два. Между ними есть проем. И вот в этот проем вы наступаете и у вас условно проминает пол. Мы пошли немножко по-другому. Во-первых, у нас очень частый шаг ригелей. Соответственно базового. По ГОСТу 53 у нас 37. То есть значительная разница. Во-вторых, мы в каждом помещении применяем не по одному слою напольного, скажем так, чернового покрытия. То есть здесь это ОСБ. В мокрых точках мы делаем ОСП, ой, ЦСП прошу прощения, потому что они более гидрофобные. Вот. Делаем в два слоя, также в перехлёст, чтобы не было вот этих вот прогибов. Вот мы с вами там, если хотите, я вот здесь подпрыгну, чтобы было видно. Да, давайте. Ничего не случится. Он, конечно, не на сваях, но суть такая же. Ну, понятно. На поддоне стоит, а не на земле. Давайте, давайте, давайте. А крупным планом возьмем. Единственное, что так как жесткие связи здесь может пойти вибрация по всему дому. Но тут вопрос именно вот. Нет. Ничего подо мной не прогибается. Вот. Соответственно, так. Извиняюсь, шаг 37 сантиметров. Это, в принципе, даже дюймовка по идее выдержит. Ну, условно вот так, да. Давайте посмотрим вот это. Смотрите, вот здесь я, например, смотрю, здесь у нас классный есть разрез, что можно понимать, что вот здесь потом, это я понимаю, все зашьется. Здесь внутри находится сантехника. Совершенно верно. Круто, что монтируется все на производстве. Совершенно верно. То есть минимизируется сразу та возможность человеческий фактор, когда где-то чего-то протечет. То есть ставится все здесь. А, ну вот как раз видно, да, что вы ставите. Да, это инсталляция. Инсталляцию, да. А давайте с той стороны зайдем. Пожалуйста. Придется чуть попрыгать в незашиданном виде. Ну, вот здесь получается. А, ну здесь, соответственно, будет проем. Коллекторный узел, да, к нему будет доступ. Вот у нас еще акцент на производстве в чем? Мы стараемся… Слушайте, ну крепко делаются. Да, мы вынуждены крепко делать. Тут самое главное, что не мы рассказываем, а мы вынуждены действительно. А что за крепеж применять? Можно посмотреть? Здесь в основном идут саморезы. В каких-то частях мы используем уголки с ребром жесткости. То есть где как, по-разному. Вот. В чем еще наше, скажем так, отличие? Мы нацелены на то, чтобы заполнить производство максимально. То есть у нас, в принципе, производственные мощности там до 20 модулей в месяц спокойно можем делать. Но чтобы их так быстро делать, нам нужны грамотные проекты. Вот мы сейчас работаем активно над проектами. Суть в чем? Нашим всем доблестным работникам выдается четкая инструкция. То есть мы заранее делаем напил, как в Лего. То есть все по деталям, по частям. И потом, как в Икеа, там четко написано. Вот это, сюда, с помощью этого и будет готово. Нечто вроде этого. Из-за этого, во-первых, уменьшается брак, потому что человеческий фактор практически исключен. Во-вторых, скорость сборки значительно выше. В-третьих, это уже действительно заводское качество. То есть мы не просто там на глазок где-то померили. Так, ага, вроде подойдет. А все четко прям по проекту. Здесь стандартно вы, смотрю, натяжной потолок, да, сделаете? Здесь будет натяжной потолок. В него заведем все провода, чтобы это было эстетически чисто. Просто вот, да, круто, что уже вся проводка, то есть все пришел, у тебя готовый дом, получается мебель поставил, кошку детей затащил и все и живет. По большому счету так и есть. А чем внутри обшивается гипсокартон? Нет, у нас идет имитация бруса. Мы размышляли над тем, чтобы делать гипсокартон и условно обои под покраску. Но видите, в чем дело. Модульный дом – это концепция небольших домов. То есть это не 200, 150 и так далее. У нас самый большой дом, на текущий момент часто работаем над проектом, 95 будет метров, но самый популярный – вот этот дом, в котором мы находимся, он вообще 47. Я дальше расскажу, под какую целевую аудиторию чаще всего его приобретают. Поэтому агипрок требует своего определенного металлокаркаса, чтобы выровнять, в уровень выйти. И это съедание внутренней площади. Совершенно верно. А имитацию бруса, вот у нас есть выравнивающий брусок, мы на него укладываем и все, и получается, ну мы с вами посмотрим в завершенном варианте. Скажем так. Слушайте, ну пол держится крепко двухсотка? А, 150 доска, да? Это 150, вот как раз, в котором мы применяем. 150 на 30-40. Ну, вообще базово, она 150 на 50. Если говорить точно, то это 145 на 45. Просто 150 округляют для упрощения, скажем так. Так, это вот у нас один модуль, то есть вот там у нас получается комната, да? Да, если мы говорим про планировку, вот модули как на производстве стоят, так и не будут смонтированы у вас на участке. То есть здесь будет крыльцо, входная группа с входной дверью. Дверь мы делаем теплые. Голода, это с этими вот такие хорошие двери. Как, господи, вылетела с головой. В общем, с термозазором. Вот. Здесь будет прихожая, то есть вы заходите в прихожую у нас керамогранит и в прихожей, в самом деле у нас всегда в базе идет теплый пол. Но это мы там посмотрим. Обязательно. Ну вот я, кстати, хочу обратить внимание, смотрите, друзья, все в гофре, нормальные провода. Одно дело в тепле это собирать, другое дело на улице подождем. Я с этим полностью согласен. Это получается уже выводы стандартные под забор воды, под канализацию. Так же здесь предусмотрены места под стиральную машину. Хорошо, вот у вас есть готовый дом, вы только делаете свайный фундамент. Выводы вы даете карту? Конечно. Для того чтобы понимал куда чего стоит. Четко это за, иначе мы просто с вами не попадем. Именно для этого у нас есть выездной инженер, который делает геологию. Давайте по производству проведите нам экскурсию. Давайте. Колешь мы тут рядом, здесь у нас идет покрасочный цех, то есть красим мы все сами. Вот вообще концепция производства. Ох, как запахло. Ох, сейчас надушусь. Здравствуйте. И веселым будем ходить. О, красота какая, в чернике красить. Шлифованная? Обязательно. Обязательно. Ну а слушайте, то есть вы покрасили, она здесь сохнет. Совершенно верно. То есть концепция у нас какая. За вот тем трехмодульным домом у нас есть, скажем так, напилочный цех. Там все пилится в размер по деталям, четко и ясно. Далее эти детали укладываются рядом со сборочным столом. И на сборочном столе собираются уже, скажем так, панели каркаса. Далее они уходят направо-налево, собираются уже в полноценный каркас. Мы их перевозим сюда, но в настоящий момент пока еще не перевозили. Перевозим сюда и здесь уже делается чистовая отделка. Вот. Шлифовка у нас там, покраска здесь. По большому счету все. Кстати, в домах что с отоплением? Как они должны отопливаться? Это хороший вопрос. Что касается отопления, смотрите, так как дома на самом деле небольшие, то есть объем пространства не такой большой, мы топим эти дома обычными конвекторами, которые вставляются в розетку. Этого хватает. Хватает, да? По примеру, вот условно того трехмодульного дома там или этого и какого угодно, по зиме у нас получается там с микроволновкой с чайником и так далее в районе 4,5 тысяч на 47 метров. Кроме того, видите, у нас дома каркасники, вот опять же по нашему, мы газобетонный монолит строим, по нашей практике каркасники, если неправильно сделаны, как любой дом, самый энергоэффективный дом. Потому что он сделан как термос. Да. Все в мембранах, защищено, изолировано, закупорено. Вот при желании, кстати, можно еще и камин установить. Но даже если вам наше не понравится, мы всегда делаем закладные под печь камин, вы можете потом поставить свеку и захотите. Это практически завершенные дома, да. То есть вот, например, дом, который находится справа, у нас планируется. Давайте внутрь можем зайти посмотреть? Пожалуйста, пожалуйста. Только единственное, здесь плитка еще. Вот это подсветка на уличной, да? Здесь где-то подсветка, где-то розетки тоже с вами увидим. Вот, соответственно, здесь уже, ну здесь единственное, плитку керамогранита еще не уложили. Скоро она здесь будет готова. Вот как раз она прихожая, справа санузием. Да, да, да. И мы попадаем в кухню-гостиную. Вот в кухне-гостиной наше, скажем так, интерьерное решение, которое всем очень нравится, это скрытые двери в интерьере. Слушайте, я даже сразу не заметил, пока вы не скажете. Так обычно бывает. Здесь также заказчик попросил сделать теплые полы. Помимо конвекторов, мы ему сделаем. То есть тут проблем нет. Совершенно верно. Мы можем с вами сюда подняться, сможете, чтобы оценить, как вот это пространство. Кухня-гоститель. Слушайте, смотрится очень красиво. Да, мы сейчас еще. Слушайте, вот это сейчас, во-первых, модно стало. Осторожно. Просто еще подпорка была. Подпорка была. Вау. Да, это обычная межкомнатная дверь. Это мы сами ее делаем. Это вы сами ее делаете. Слушайте, круто. Дерево, фанеры. Слушайте, красиво смотрится. Вот. В данной планировке кухня-гостиная занимает полтора модуля. То есть целый модуль. Модуль у нас идет 3 на 6 метров. Это сдача в аренду. То есть у нас вообще чаще всего приобретают либо круглогодичную дачу, чтобы зимой или летом приезжать, отдыхать и так далее. Второй вариант – постоянное проживание. Третий вариант – как гостевой дом, когда уже есть большой. И четвертый, самый, наверное, популярный вариант – сдача в аренду. Потому что это быстро, стильно. Да. Он уже готов. И сразу можно приносить деньги. И кухня-гостиная здесь получается Г-образная. То есть вот этот модуль плавно переходит в торт. Там у нас кухня, здесь гостиная. Панорамное остекление. Да. Оно глухое, да, получается? Да. Широкий пролет здесь сложно сделать не глухим. У нас боковые остекления сделаны не глухими. А, ждите, это дерево, что ли? Нет, это пластик. Пластик, слушайте, такой пластик необычный. Я привык, что у всех засрочков белый. Ну и шов, кстати, деформационный совсем там, два сантиметра максимум. Вот. Помимо прочего, обратите внимание, что боковые окна у нас сделаны достаточно большими. То есть это именно окно, а не дверь. А давайте зайдем. Можно наступать, да, на теплый пол? Да, и аккуратно можно наступать. Здесь у нас идет, сзади меня, зона кухни. Здесь, по-моему, ниша в районе 80 сантиметров, как раз под кухонный гарнитур. Это окно сделано намеренно таким большим. Почему? Потому что в перспективе, если вы захотите, можно докупить модуль и окно превращается в дверь. В дверь? Да, да. Слушайте, классно. Вот у нас дверь, да? Это дверь с выхода на террасу. Это на террасу выход, глухое окно и еще одно. Да. Это окно, да? Это окно уже открывается, да, для проветривания залпового. А, это у нас как раз для вентиляции? Совершенно верно, да? Совершенно верно, для рекуператоров небольших. То есть уже в комплекте будет? Конечно. Слушайте, вот это вообще классно. Очень быстро, хорошо поставил и забыл. А потом вообще думаешь, нужно ли тебе дом строить? У большинства людей так и возникает вопрос. То есть берут под, скажем так, времянку, а потом бац, и такие, а зачем? Плитный, минераловатный. Слушайте, толстенький из-за спанчик-то. Из-за спан проф. Как они между собой стыкуются? Что-то прокладывается или нет? Я как раз хотел сказать, смотрите, базово как они стыкуются. То есть у нас идет фундамент, мы привозим, выставляем их на фундамент между собой, прежде чем мы выставляем, у нас идут пластины на фундаменте, чтобы жесткости придать. Пластины вы имеете в виду горизонтальные? Горизонтальные пластины на обвязке фундамента. Которым, соответственно, потом дальнейший модуль крепится. По большому счету, да. То есть вообще модули стыкуются по проемам. То есть самое, скажем так, возможное и доступное место для нас это проемы. И, соответственно, вот он проем. И вот проем. По периметру этих проемов мы их стыкуем конструкционными саморезами. Примерно вот такие. Точно не помню, честно говоря, какие. Не хочу соврать. Вот. Далее. У нас здесь есть специальный зазор. Я не знаю, видно вам будет его или нет. То есть между кровлей и, скажем так, аркой есть вот этот. Пару миллиметров тут похоже, да? Даже нет. Не пару миллиметров, а вот это вот как ступень. А, вот здесь. Все, 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 все. Вот это понял. Вот они стыкуются, стягиваются конструкционными саморезами с шагом, с определенным. И все здесь пропенивается по контуру. Ага. По поводу кровли. Кровли у каждой кровли у нас есть парапет. И этот парапет мы соединяем так же. Вот мы соединили. Наложили сверху металлические пластины. Поставили с шагом. Сделали два слоя наплавляевой кровли. И закрыли П-образным наличником, чтобы исключить попадание влаги вообще. Это вот такие входные двери вы сюда ставите? Да, да, да. То есть они толстенные. Это у нас для поливания? Да, это поливочный кран. Что-то сделали? Не промерзающий. Заказчик попросил сделать, мы ему сделали. А, дополнительно. Да. Затирайте уже потом по месту. Да, да. Помимо прочего, керамогранит мы укладываем на эластичный герметик, чтобы он мог иметь небольшую возможность к подвижности, скажем так. Вот он наш шоурум. Это четырехмодульный дом. Открывайте, пойдемте смотреть. Идемте. Слушайте, дверь красиво смотрится. Прошу вас. Да, вот, соответственно, мы попали в прихожую нашего шоурума. Это одна из планировок четырехмодульного дома. Планировок у нас достаточно много. Нам еще не довезли мебель, но вообще базово у нас здесь достаточно большая прихожая. Она в районе там шести с половиной квадратных метров. Здесь и шкаф прекрасно встанет, и скамья, и комод, все что захотите. Потенциально мокрая зона, поэтому мы здесь сделали керамогранит и теплый пол, чтобы обувь высыхала и в доме сразу было тепло. То есть, такой тепловой завес. Вот. Мне еще нравится, что здесь окно узкое, и ты когда подходишь, одеваешься, ты видишь, что у тебя перед тобой есть, там кто-то нет, кого-то, может там волк пришел. Совершенно верно. Здесь у нас опять скрытая дверь, и за скрытой дверь у нас прячется санузел. Санузел в данной планировке достаточно просторный. О, слушайте, трап у вас здесь хороший стоит. Да, единственная решетку пока не смонтировали, но она здесь, конечно, тоже предусмотрена. Все, что здесь вы видите, в стоимость входит. То есть, и бойлер, и зеркало, и зеркало, и все-все-все. Кстати, да, инсталляция очень круто смотрится. Я понимаю, кто берет это для коммерческих целей, потому что это готовое решение. Да. У тебя есть гарантия на это, и люди приезжают, но я бы здесь хотел бы остановиться в таком. Да, совершенно верно. Тут реально как в отель пришел. Слушайте, дверь высоченная. Да. Возможно этих баскетболистов принимать. Да. У вас какой рост? Диометр восемьдесят четыре. Вот я стою. Два. Почти до потолка. Два шестьдесят. Два шестьдесят. Два шестьдесят это, наверное, есть. Так, ставить его. Сколько он сто пятьдесят литров? Сто литров. Сто литров. Слушайте, за глаза и за уши. Да. Вот это тоже будет, да? Да. Подсветочка. Слушайте, классно. Здесь только еще дополнительно купишь себе эту штангу. Либо штангу, либо височку. Да. Либо стеклянную. Стекло можно поставить. Да. Далее из прихожей мы попадаем в пространство кухни-гостиной. У нас единственное не до конца. Слушайте, ну здесь, конечно, да, зона такая достаточно большая. Мне нравится, что получится три огромных панорамных окна. Да, здесь концепция планировки такова, что здесь у нас идет диванная зона. Диван, телевизор, пространство. Здесь опять же кухонная ниша. То есть кухню мы всегда стараемся привязать к санузлу, чтобы делать выводы воды на одной стене. Ну да, да, да. Вот. То есть условно кухонная зона. Здесь можно поставить два кресла. Это, грубо говоря, вот то, что мы там модули в разборе смотрели. Это вот там все спрятано с запшивкой. Совершенно верно. Вот. Здесь можно поставить два кресла и сидеть перед камином, смотреть в панорамное окно и что-нибудь крепкое выпивать. И столовая зона, которая как бы здесь кухня-гостиную заканчивает. Вот это тоже получается в базе, да, у вас? Нет. Он идет как дом. Я считаю, лучше сразу брать, потому что потом это всегда будет дороже. Тут, ну, усмотрение. Как нагрелся от солнышка. Хорошо. Да. Мы не настаиваем. То есть, пожалуйста, хотите сделаем, не хотите, делать не будем. Вот очередная скрытая дверь. Правда, она у нас на текущий момент как кабинет. Сейчас мебель довезем. Это детская. Там мы непосредственно я пока что сижу. Она идет в районе 7 метров. То есть, здесь спокойно станет кровать, стол точно так же и небольшие места для хранения тоже можно предусмотреть. И идет родительская спальня. Она уже идет на 16,5 метров. Получается, это у нас, так скажем, двухкомнатная квартира. Евро тревожка, да, получается. И здесь, соответственно, двуспальная кровать. Можно ее по-разному размещать, тут уже как захотите. Места для хранения, рабочее место. То есть, все это здесь возможно. Слушайте, вид такой классный здесь подобрали, как раз лес. Да. Так, это у нас как раз вот эта подсветка получается. ночная. Здесь розетки дополнительно стоят. То есть, если вдруг что-то захотел. Да. Причем у нас еще есть розетки под кровлей. Это для, скажем так, новогоднего украшения. А, для украшения. Да. Так, вот вывод как раз трубы я вижу. Да. Совершенно верно. Базовая терраса у нас входит, скажем так, минус один, простыми словами. То есть, на четырехмодульный дом терраса будет на три модуля. Потому что ее, в принципе, будет достаточно, и она и так огромная. Она идет три на девять в данном случае. На трехмодульный дом терраса будет на два блока. Если нужно, можем сделать в ДОП хоть весь дом вокруг террасы. Не проблема. Также можем как ДОП сделать навес, что на террасе, что над крыльцом. По стоимости. Да. Сколько стоит? Что касается стоимости. Самые минимальные модули, ну максимальные, я понимаю, хоть, не знаю, тысячу метров все собирай. Вообще да. Смотрите, что касается минимального дома. На текущий момент наш минимальный дом для частного заказа идет два модуля. Объясню почему. Один модуль в единичном экземпляре мы не делаем, потому что он получается самым дорогим. Самый дорогой блок у нас это сантехнический, там все инженерные сети, это керамогранит и так далее. Поэтому одномодульные дома мы делаем либо очень дорого, и это получается невыгодно, либо от десяти позиций. Двухмодульный дом, это уже хорошая история, это уже для всех удобно и понятно. Он идет 3 миллиона 80 тысяч, и в эту стоимость включен сразу фундамент, доставка 50 километров откат, чистовая отделка, сборка, монтаж. То есть дом за эти деньги стоит у вас на участке, у вас терраса, крыльцо, все как здесь, только без мебели. И заезжай и живи, только мебель привези. Метраж какой? У двухмодульного дома метраж 32 квадратных метров в теплом контуре, плюс еще терраса получается на 18 метров. Что касается трехмодульного дома. В двухмодульном доме сколько будет спальных мест? Одно. Там, где зона кухни, туда можно еще дополнительно поставить кровать, чтобы там можно было спать? Да, да, да. При желании. Там кухня-гостина идет как эта спальня, то есть она на целый модуль, да. Там можно диван раздвижной сделать, и все будет хорошо. Просто именно выделенная спальня там одна. А вот здесь как раз у нас есть модуль, можно посмотреть планировочные решения. Слушайте, ну вообще, то что сказали, что пользуются основным, больше популярностью, две комнаты, как раз спать, большая кухня-гостиная, большое количество световых проемов, прихожая, терраса, круто. Комната, комната. Первый вариант мне больше понравился. Слушайте, класс, здесь вообще можно поэкспериментировать со мной, собрать, что хочешь. Тогда жму вам руку и говорю спасибо. Спасибо вам, что приехали. Модульные дома мне очень понравились. Знаете, такое ощущение, что попал в хорошую, качественную гостиницу. Но эта гостиница может быть вашим домом для постоянного места жительства или сезонного. Заходите в мою группу ВКонтакте, там достаточно большое количество фотографий со съемок. Свой дом – это хорошая альтернатива квартиры. Ведь когда все твое, и отношения совсем другое. Но нужно учитывать, что в своем доме ты сам себе управляющая компания. Ты сам ухаживаешь за своим домом и за своим участком земли. Либо нанимаешь специалистов. В зависимости от места расположения будет разная удаленность до детских садов и школ. Где-то они могут быть в шаговой доступности, где-то их придется возить. Ну и соответственно будет разная стоимость. Со школой чуть проще. Есть места, где детей забирают и привозят школьный автобус. Прямо как в американских фильмах. Дом подходит не только для постоянного проживания, но также и для временного. К примеру, это летний сезон или новогодние каникулы. У вас есть хороший участок земли, в лесу, у озера, а может быть у речки или все сразу. И вот здесь, друзья, я считаю, что модульный дом – это хорошее и практичное решение. Дома бывают разные. Фабричные, заводские, как в нашем случае. Либо это самострой. И перед покупкой нужно очень внимательно посмотреть этот дом. А лучше пригласить специализированного специалиста. Выбирая частный дом, нужно учитывать массу нюансов. Нужна помощь с продажей либо приобретением дома. Звоните. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизелайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok